МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы начинаем новую неделю на канале корпоративного телевидения. И вот основные темы на сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В публике им передают бизнес-наставники из Пермского центра образовательных технологий. Как найти контакт с аудиторией? Как справиться с волнением и стрессом? Ответы на эти вопросы активисты молодежной организации ВСМПО нашли на интенсиве у бизнес-тренера центра образовательных технологий. За два дня слушателями стали 40 активистов. Я подчеркнул несколько приемов, несколько упражнений, которые мне помогут в дальнейшем развиться, лучше готовиться к публичным выступлениям, донести мысль правильно, без искажений, чтобы не быть утонимительным для аудитории, а быть интересным. Что получается у нашего преподавателя Евгения. Закрепляя лекционную часть, активисты на практике познакомились с техниками подготовки выступлений на публике, изучили эффективные методы подачи информации и освоили способы управления вниманием слушателей. Когда я начинаю, я вижу по глазам, и они это открыто говорят, что публичное выступление для них это некий напряг, для них это страшновато. И вот ту красную нить, про которую вы говорите, мы даже ее сегодня определили, что публичное выступление – это не страшно. Публичному выступлению можно научиться. Если брать ваше предприятие, вашу корпорацию, то это же, конечно, общение между собой, то это проведение каких-то совещаний, то это участие в жизни, в молодежной жизни, когда необходимо донести свою точку зрения, проинформировать. Если же мы выходим за рамки предприятия, то любое даже общение, даже поздравительный тост на свадьбе, разговор с друзьями – это можно превратить в хорошее публичное выступление, где ты будешь интересен, понятен, и с помощью этого ты будешь достигать каких-то своих целей и задач. В загородном оздоровительном центре «Ависмы» скоро стартует новый сезон. Помимо подготовки к подаче тепла, в «Чайке» в сентябре прошли и более масштабные работы. Расскажем подробнее. Еще немного и в профилактории станет многолюдно. Будущие отдыхающие могут быть спокойны, их оздоровление пройдет на достойном уровне. Основные работы произведены специалистами «Металлургспецдеталь» в котельной – сердце загородного центра. Вместо старой дымовой 46-метровой трубы красуется новая стальная. Последний раз ее обновляли 10 лет назад. Это очень сложная задача. Тут и краны, и люльки, и все, целый бригад здесь были задействованы. Усиливали фундамент под трубой, потому что новая труба, стенка в два раза толще, десятка, 10 миллиметров. А сколько обновлено трубопроводов и запорной арматуры на всей территории, даже сосчитать сложно. Объем работ получился раза в три, больше, чем обычно. К делу специалисты цеха хозяйственного обслуживания подошли скрупулезно, чтобы отработать зимний сезон без единого намека на аварии. Подготовка к сезону прошла четко и гладко. Были заменены мазутные балера у нас здесь, были произведены гидравлические испытания сетей наружных, была промывка сетей наружных, внутренних. Подача тепла в корпуса профилактория и лагеря уже началась. В работе один котел из восьми. К слову, даже в самые лютые морозы на обогрев территории отдыха достаточно четырех. А взгляды отдыхающих будет согревать свежий ремонт. Основные работы были проведены во время остановочного ремонта, в мае месяце. Была заменена вся сантехника, все коммуникации. Также мы отремонтировали все практически санузлы. Практически через неделю весь четвертый этаж будет готов полностью свежо, красиво, любо-дорого смотреть. Параллельно заканчивается ремонт на третьем этаже и в процедурных кабинетах. Все по нормам СанПИНА. Скоро и лаборатория в гостином доме, которая выполняет отбор проб и анализы сочистных сооружений загородного центра, засияет новым ремонтом. Чайка на финишной прямой. Сезон начинается 18 октября. И к другим новостям. Руководство корпорации ВСМПО АВИСМА по-крупному поддерживает учреждения культуры Верхней Салды. В частности, ремонты продолжаются во Дворце культуры имени Агаркова и в кинотеатре Кедр. Кинотеатр Кедр продолжал кинопоказы даже в условиях ремонта. Но сейчас время основных отделочных работ. Чтобы Кедр стал красивым и современным культурно-досуговым центром, ВСМПО АВИСМА выделила порядка 9 миллионов рублей. Ремонт закроет самые проблемные места. От замены системы отопления, вентиляции и дымоудаления, до косметических штрихов в аппаратной, помещениях второго этажа, кафетерия и туалетов. Реконструкция мужского санблока на первом этаже ведется во Дворце культуры имени Гавриила Агаркова. Демонтаж всего старого уже завершен. Скоро здесь появится новый санузел для мужчин и отдельно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Запах лака и краски еще чувствуется в малом зале, больше известном как киноклуб «Мираж». Здесь косметический ремонт проведен от пола до потолка. Паркет покрыт лаком, стены в свежей покраске. Ремонт, конечно, прошел у нас грандиозно. Благодаря нашим корпорациям огромное спасибо. Без нее бы, конечно, этого не случилось. С начала года мы сделали все сметы, подготовили, нашли подрядчиков и начали ремонты. Зацепили, конечно, мы очень много, начиная с отопления, с водопровода и заканчивая ремонт помещений. А еще с заменой системы пожарного водопровода, не менявшегося с момента ввода в эксплуатацию, ремонт досуговой, замена проблемных стояков отопления и радиаторов, чтобы прием гостей дворца был еще более теплым. Но обновленный бывший кафетерий превратился в репетиционную базу театральной студии «Шалунишки». Сроки завершения работ намечены на декабрь, ведь творческий процесс, несмотря на переполох с ремонтом, не прерывался. Сейчас очень активная идет подготовка к новогодней кампании. Мы готовимся, репетируем, чистим, моем. Снаружи тоже кипит работа. Начинает вырисовываться концепция единого общественного пространства, которое появится за счет объединения сквера «Космос», где расположена скульптура «Девочка с ласточками», и части парка возле ДК. Объединенный парк уже обзавелся системой освещения, и подрядчики приступили к заливке бордюров и обустройству будущих пешеходных зон. Более 80 юных спортсменов стали участниками второго этапа открытого кубка в СМПО «Шахматные выходные» в Тирусе. На загородную базу съехались юные шахматисты из разных городов региона. Два дня игры в быстрые шахматы и 11 туров. Такими выдались прошедшие выходные для свердловских мальчишек и девчонок. Шахматистов ожидали два турнира в группах А и Б. В первой участвовали спортсмены с российским рейтингом «Рапид» не менее 1300, во второй – с любым показателем. Самое интересное, наверное, соперниками, которые посильнее меня, чтобы научиться играть. Обычно соперник сам ошибается, но нужно больше проблем ему создавать, тогда он, скорее всего, ошибется, и что-то получится выиграть. На загородную базу приехали спортсмены из Нижнего Тагила, Новоуральска, Екатеринбурга, Верхневинска, Кушевы и Верхней Салды. Турнир «Шахматные выходные» – это не только шанс поднять свой рейтинг, повысить уровень мастерства и побороться за ценный приз от ВСМПО «Ависма», но и возможность завести новые знакомства. Здесь что-то среднее, даже не среднее, я бы сказал, лучшие черты взяты из соревнований и сборов учебно-тренировочных. То есть это официальный турнир городского календаря, и присваиваются разряды по нему, то есть это не сборы. И в то же время дети и дружные команды двое суток в Тирусе проводят, и нагрузка довольно приличная по времени выходит за эти двое суток. Мы сдружились, атмосфера специфическая, поэтому лучшие черты сборов также здесь присутствуют. Это уже второй этап соревнований, и салдинские спортсмены, как всегда, показали высокие результаты. Всего наши ребята выиграли шесть наград. Среди них три золотые, две серебряные и одна бронза. Остальные медали уехали в Екатеринбург и Нижний Тагил. На этом у меня все. Далее в эфире прогноз погоды. До встречи. Для всех сотрудников ВСМПО «Ависма» действует телефон горячей линии генерального директора. Чтобы задать свой вопрос, звоните по номеру 8-909-00-75-57. Горячая линия работает ежедневно с 8 утра до 5 вечера. На корпоративном портале реализован сервис просмотра своих отпусков, а также отпусков подчиненных сотрудников. Для доступа к сервису перейдите на свою личную страницу, а затем выберите пункт «График отпусков». На графике представлены все запланированные вами дни отпуска на текущий год. Вы можете переключаться на отображение по дням и по месяцам для удобства. Руководителям подразделений доступна возможность просматривать данные по своим подчиненным. С помощью элементов управления доступно переключение между отделами. Для поиска конкретного сотрудника в списке выберите отдел и введите его фамилию в строке поиска. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok